Донецкая полиция Сегодня ночью мы оттуда людей перебросили сюда и уже сегодня начинают они работать в круглосуточном режиме здесь по обеспечению публичного порядка в городе Мариуполь Как это отразится на людях? Увеличится количество сотрудников полиции на блокпостах С сегодняшнего дня будет вестись перепись, запись всех людей, въезжающих в город Мариуполь Будут проверяться документы и все люди будут фактически регистрироваться при проезде в город Мариуполь по всем блокпостам Увеличивается количество наружных нарядов здесь в городе Мариуполь То есть и днем, и ночью, и конечно мы уже со вчерашнего дня несем охрану публичного порядка в районе расположения стадиона СК Калищев То есть уже там сотрудники полиции находятся Буквально за сутки все сотрудники полиции, которые будут обеспечивать публичный порядок на период проведения концерта Заступят нести службу непременно непосредственно у стадиона или черт То есть мы возьмем в цепь полностью всю территорию вокруг стадиона Никого туда, конечно, запускать не будем без дозу Поэтому будут какие-то влечения В день самого концерта мы перекроем дорогу Поэтому мы будем сейчас еще разговаривать с мэром Владимиром Сергеевичем все эти вопросы Конечно, для общественного транспорта дорога будет открыта, а для частных, конечно, нет Привозят руководители радиоизучей компании, доставляют сюда рамки металлодетекторы Все люди, которые будут заходить, будут проходить металлодетекторы Как внутрь самого комплекса спортивного, так и те, которые на площадку Которые будут смотреть на улице этот праздник великий для города Мариупа Общая цифра сотрудников полиции, которые будут нести службу именно в районе спортивного комплекса В Личович, 1146 человек Это только полиция Донецкой области И порядка до 200 человек Национальной гвардии Украины В таком количестве мы будем обеспечивать право, публичный порядок, вообще право порядок на территории нашего города Мариупа Я бы хотел обратиться, имея такую возможность, к жительному Мариупу Тем, кто приедет сюда на концерт Океанной Эльзы В довольно сложных условиях полиция работает, фактически уже на пределе С учетом того, что у нас громаднейший некомплект 2600 человек В таком состоянии мы уже находимся месяц беспрерывной работы Сотрудники фактически уже на грани увольнения с органов полиции Поэтому я хотел бы, чтобы люди отнеслись с пониманием к той работе, которая будет проводиться И что можно пронести, что нет В общем, ничего металлического Потому что тогда будет пробка, в проходе на стадион, спортивный комплекс Будут собираться толпы людей И тогда какие-то будут возникать проблемы Прошу серьезно отнестись к этим моментам Перше, вход в середину в часу стадиона спортивного комплексу Начинается с 18-го года Но прохание приходить завчасно Адже спорткомплекс не умовый Мы можем разместить на фан-зоне близко 12-15 тысяч людей На сектори у нас запрошены волонтеры, военные, интеллигенция города На фан-зоне, пожалуйста, 12-15 тысяч людей Но это надто велика количество для того, чтобы сделать поверхневый погляд Мы привозим из Киева, набрали 18 рамок медалей Кроме того, мы будем иметь ручные металлошукачки Про саму людей ставиться до поверхневого погляду доволі відповідальні Не брати з собою якихсь крупногабаритних речей Сумок, металевих будь-яких речей, які можуть призупиняти процес погляду На площі перед спортивным комплексом ми виставляємо Привозом из Днепропетровска величезний екран зі звуком Тому ті люди, які не зможуть потрапити всередину Матнуть можливість побачити цей концерт на площі перед спортивным комплексом Концерт не розпочнеться, допоки не зайдуть люди Тому так само не бдь світ переживати за те, що я ще на вулиці, а концерт вже триває Велике прохання брати з собою воду, але воду брати тільки в пластикових пляшках Ми не дозволимо проносити жодної склиної гектари Ми не дозволимо проносити великі півтора чи дво чи більше літрові пляшки Максимум це літрова пляшка, з якою буде службою безпеки нашою зніматися Зверху кришечка, без кришечки, будь ласка, заходьте Але звершу те, що справді в спорткомплексі є доволі слабка вентиляція На таку кількість осіб може бути доволі жарко, тому вода необхідна Все решта ми зробимо, буде свят, все буде гаразд Дякую!